Первая победа в межсезонье. Насколько она важна была со стороны, может быть, психологической даже, чтобы не два подряд неудачных матчей? И насколько удалось выполнить все то, что вы планировали? Нет, ну победа, она, конечно, важна. Тут не важно. У меня вообще нет такого понятия, как товарищеский матч. У нас есть контрольный матч. Товарищеский – это мы в конце сезона играем, когда все на все это товарищеский. Естественно. Ну а то, что касается самой игры, результата. Ну здесь, знаете, сложно, наверное. Мы очень большую часть времени проводили в зоне атаки. Создали достаточно много моментов. Но здесь, я бы сказал, что с реализацией немножко на сегодняшний день есть какие-то проблемы небольшие. Но радует то, что ребята создают моменты. И с Витязем было достаточно моментов, и в этой игре очень много моментов. Поэтому, ну, они есть. Я думаю, что количество должно все равно в качество перейти. Чего, на мой взгляд, сейчас пока команде не хватает? На чем нужно еще поработать? Ну, мы еще над всем будем работать. В первую очередь, это большинство, конечно. Поэтому мы только начали над ним работать. Ну, это, конечно, основной, наверное. Не то, что основной, а очень важный компонент игры. Это, конечно, важно. А так, мы сейчас еще как бы работаем над всеми аспектами. Можно ли сказать, что для некоторых молодых игроков был сегодня прямо экзамен в связи с тем, что потом команда возвращается в Омск и уже в Астану поедет? Немножко другой сценарийный состав. Ну, да, он чуть-чуть изменится, наверное. Ну, в принципе, наверное, много игр, очень. Две-два турнира за короткий срок. Я думаю, что, скорее всего, практически в этом же составе мы и поедем в Астану. Но все-таки кто-то из молодых сегодня впечатлил или наоборот, может быть? Нет, вы знаете, сыграли в достаточно хорошем уровне. Понравился Манукян, очень здорово, да, он держал борьбу, вылезал, создавал моменты. То есть, ну, парень неплохо, неплохо. Я думаю, что 98-й год, как так называемый лимитчик, я думаю, что неплохо для него. Плюс заявку. Ну, это, естественно, не в заявку, это в состав. Знаете, не хочется просто заявлять игроков, чтобы они сидели на лавке. И я думаю, что у него есть все шансы, как бы, не в заявке быть, а быть в составе. А это уже для нас тоже, это, как бы, мы можем варьировать разные моменты, да. Что касается Самохвалова, Жукенова, ну, ребята неплохо. Ребята неплохо вошли, держали темп игры. То есть, нормально, понятно, что им тяжело. Первая игра на таком уровне за авангард, поэтому, ну, хорошая, хорошая, позитивная эмоция. Ну, и последнее, наверное, по итогам этих двух матчей, также, наверное, уже ближе, все-таки, к концу сборов, да, можно сделать выводы. Насколько вас, как главного тренера, устраивает вот та сама отдача, с которой ребята этот сбор провели без выходных, я замечу, да. Да, и что команда показывает в плане вот коллектива? Ну, я благодарен, на самом деле, ребятам, потому что была предложена такая достаточно серьезная работа, и мы ее выполнили. В общем-то, мы ее выполнили до конца. Понятно, что сейчас вот эти, заканчивается сбор, и дальше уже будет идти подготовка непосредственно к сезону через контрольные игры на турнирах в Астане и уже непосредственно дома в Омске. То есть, там уже будет другая работа совершенно, но за этот сбор я уже, еще раз могу сказать, что я, конечно, могу благодарить ребят за самоотдачу, за характер, за терпение. То есть, мы выполнили все, что запланировано, и я, в общем-то, еще раз говорю, благодарен ребятам. Субтитры сделал DimaTorzok